22 миллиона 895 тысяч литров. Столько алкогольной продукции было произведено в стране за пять месяцев текущего года. Это на 9 миллионов 756 тысяч литров больше, чем в прошлом году. И это самые крупные объемы производства за 30 лет. В 2020 году ликюроводочные заводы страны выпустили 29 миллионов 601 тысячу 800 литров алкогольной продукции. В 2021 году объем составил 38 миллионов 35 тысяч 303 литра, а в прошлом году 47 миллионов 38 тысяч 780 литров. Только за пять месяцев этого года было произведено 22 миллиона 895 тысяч литров алкогольной продукции. Вместе с увеличением объема, соответственно, увеличилась и прибыль от акциза. Таким образом, в прошлом году только алкогольная отрасль принесла в бюджет 2 миллиарда 51 миллион сомов. От с января по июнь этого года в госказну поступило почти полтора миллиарда сомов. Следует отметить, что за 2022 год к услугам агентствам проведена существенная легализация доходной алкогольной отрасли и, соответственно, уплачена наибольшая сумма акциза налога. Тогда как прогноз доходной части государственного бюджета по акцизу налогу на 2022 год был установлен в размере 1 миллиард 140 миллионов сомов. Здесь по графику можно увидеть, что сравнительно с 2021 годом значительный рост поступления акционолога. То есть, если в 2021 году поступление акционолога составило 1 миллиард 222 миллиона сомов, то именно в 2022 году 2 миллиарда 51 миллиона 800 тысяч сомов. То есть, можно отметить, что рост составило два раза. Поступления от акциза увеличились благодаря выявлению контрафакта и ликвидации подпольных цехов, производящих алкоголь. Чтобы избегать налогов, они применяли поддельные акцизные марки и вели теневую торговлю. Всего было обнаружено 325 тысяч 792 сомнительных акцизных марок. Сейчас этим делом занимаются правоохранительные органы. В 2022 году нами упор не был сделан на подпольных цехах. Нами было выявлено 3 подпольных цеха. А в 2023 году нами было выявлено около 16 подпольных цехов. Нами было выявлено за 2023 год, за 6 месяцев 2023 года, 49 130 штук алкогольной продукции, также 276 309 литров неучченного спирта, 4 станка для изготовления алкогольной продукции в подпольных цехах, около 12 тысяч акцизных марок сомнительного качества. По результатам, проведенным к услугам агентства, соответствующих антикоррупционных, контрольно-проверечных мероприятий, пересечено незаконно доминирующее, то есть именно монопольное положение на алкогольном рынке отдельных алкогольных предприятий. Тем самым, созданы равные условия для всех производителей алкогольной продукции. На сегодня ликероводочные производители должны оплачивать налог за 1 литр алкогольного товара по 160 сомов, то есть в среднем это сумма за 2 бутылки. Недобросовестные производители избегают уплаты акциза. Так, два месяца назад на заводе АЮ было обнаружено 260 тонн спирта, находящегося в незаконном обороте, и 12 тысяч бутылок со спиртосодержащими напитками без акцизных марок. В итоге в отношении руководителя завода было возбуждено уголовное дело. Ранее президент Садыр Джапаров сообщил, что два завода компании АЮ будут конфискованы и перешли в собственность государства. «Мы баловали эту компанию последние два с половиной года. Просили работать честно, не скрывать налоги, не подделывать акцизные марки, не заниматься контрабандной спиртой. Говорили, что прошли те времена, когда можно было работать, как вздумается, дав определенную сумму чиновникам. Мы им сказали, что нам нужны не их деньги, а поступление в бюджет. Миллионные налоги не поступили в бюджет. Мы выявили продукцию с 12 тысячами поддельных акцизов. Задержано 275 тонн контрабандного спирта стоимостью более 40 миллионов сомов. Заводы по производству спирта и водки законно конфискованы и переходят к государству. Далее спирт и водку будет производить государство». К слову, из-за теневого оборота алкогольной продукции в бюджет не поступило 19 миллиардов сомов акциза. По этой причине кабинет министров взял алкогольную отрасль под особый контроль. «Мы сегодня не говорим об увеличении налогов. Мы говорим о том, чтобы вывести из тени все виды экономических сфер, которые находятся в тени, вывести из тени. То сегодня президентам поставлена задача, именно чтобы государство регулировало все эти экономические деятельности, создание предприятий, государство-частное партнерство. Но в то же время контроль за реализацией и выдачей соответствующих документов ведется государством. Это абсолютно верное решение, потому что мы здесь можем, допустим, максимально влиять на процесс принятия решения, на прозрачность реализации данных продукции». Всего по стране функционирует 46 ликероводочных заводов. Их деятельность контролирует госалкоагентство, образованное по поручению Садыра Джапарова в прошлом году. Его главной задачей является пресечение производства контрафактного товара и бескомпромиссная борьба с незаконным оборотом.